Но не забывают ли люди, для чего нужно носить нательный крестик? Вы знаете, забывают часто. Некоторая внешняя сторона. Вот ношу, а для чего? Ведь я надеваю для того, чтобы себя обезопасить от сил зла. Это тот величайший инструмент, через который Господь дал мне спасение. Весы боятся его, а я глумлюсь, и то, и другое имею. Приходишь в один дом, стоят рядышком иконочки и вот эти вот божества. Рядышком вот тут же, в другое место заходишь, стоит книга, Библия. Вы знаете, страницы сверху покрыты пылью, видно не открывается. И рядышком с ней, вот прям рядом, большая книга, еще больше, чем Библия. Вся в закладках написана, большая книга заговоров. Пользуются постоянно. И вот тут же рядышком иконочки и опять какие-то амулеты, обереги, подковы над дверью. Я пришел одну ярмарку освещать, попросили меня. И смотрю, целая палатка торгует оберегами. Я обратился к руководству этого рынка и сказал, вы знаете, давайте так. Либо вы это уберете, либо я освещать не буду. Батюшка, почему? По-простому. Я спросил, Алексей звали, управляющего. Алексей, вы знаете, что такое раковая опухоль? Да, я знаю, у меня родители медики. Так вот, в вашем пространстве, вашего бизнеса, есть раковая опухоль. Вы не боитесь? Уже боюсь. Вот, но не все такие. Не все такие. Кто-то скажет, а потом оставляет. Потому что это доходно. Можно продавать. Знаки зодиака продавать. Продавать определенные амулеты, обереги. Как-то я пришел за границей в один магазин, и хозяин, увидев меня, говорит, вы священник? Да. А я, говорит, тоже христианин. А у него всевозможные сувениры. И наряду с символикой христианской, с иконами, у него вот эта вот мерзость, он ее продает. Дорогой, как же ты можешь? А разве нельзя, спросил он меня? Нельзя. Ты же участник всего этого. Ты соучастник. Ты распространяешь эту заразу среди людей. Ты будешь отвечать. Он бы потрясен. Ему никто об этом не сказал. Друзья мои, мы для того сегодня об этом говорим, чтобы вы, слышите? Вы задумались. В ваших домах нет ли подобного безобразия? Над вашей дверью не висит и подкова? В вашем доме не висит ли домовой? Или подобное какое-то изображение? Разные они могут быть изображения. Разные. Всевозможных богов. Амулеты. От сглаза. Для счастья. Для денег. Для чего угодно. Это все называется я-зы-чество. Не христианство. А язычество, по слову святых отцов, лже-духовно и лже-религиозно. Друзья мои, не рискуйте спасением своей души. Подобное на помойку. А в том, что внесли это в свой дом, в этом покаяться. На исповеди. Обязательно. И больше никогда не выносить. Бочка, а почему же оно все то дается намного легче? Вы знаете, а по течению ведь плыть-то легче. Здесь же для того, чтобы чего-то достичь, нужен труд. Кстати. Вот эти самые дары прозорливости, исцеления болезней. Святым Господь давал по прошествии многих лет аскетической жизни. В подвиге молитвы и поста, благочестия, целомудрия. Или вдруг курсы, на которых быстро все получает человек. Открываются способности. Он соделывается проводником сил зла. Но для несведущих людей он обладающий сверхспособностями. Дьявол обезьяна Бога. Он пытается подражать. Так же, как замечательный пример. Мне один студент написал в семинарии сочинение. Он сравнил лже-святую Вангу с великой святой нашего первопрестольного града, блаженной Матроны Московской. Он сравнил. Замечательный анализ провел. Сравнил со святоотеческими выкладками. С традициями замечательных, вот таких вот удивительных фактов, которые были в жизни одной и другой. Прекрасная работа. Поставил отлично. Поставил пять. Сравнил в реальной жизни, как сатана пытается переоблачиться в иные одежды. Ведь мы знаем, что могут прийти бесы и под видом ангелов. Под видом самого Христа, Матери Божией. Явиться и смущать человека. Сказано, по делам узнаете их. Потому что сия суть волки в овечьей шкуре. Волки в овечьей шкуре. Те, которые смущают человека. Но это близко. Это доступно. Трудиться не надо. Быстро все. Что страшно в магии? Что страшно? Посмотрите. В чем отличие нашего христианского миропонимания и магического? Для нас важно, чтобы человек исправился и изменился. Настроиться на эту волну восприятия божественного. А что главное в магии? Все правильно сделать. Как подобрать правильную отмычку, правильный код, нужное слово, определенную формулу и получить власть. Как им кажется, над некоторыми силами. Этот мир статичен. Законы этого мира подчинены определенным силам. И если я буду знать шифр, условно говоря, я могу ими овладеть. Этими силами. И они будут на меня работать. Неправда. Ты очень быстро станешь рабом этих самых сил. Но можешь обольщаться, что делаешь доброе дело. И смущать других людей. В церковной жизни иначе. Святые перед собой никогда не ставили и нас предупреждают. Не имеем права ставить каких-то внутренних моментов готовности воспринять от Бога какой-то дар. Цель. Хочу получить дар. Нельзя. Смиряйся. Молись. Кайся в своих грехах. Войди в мир церкви. Используя и внешние данные от Бога. Удивительное. Удивительнейшее средство по уходу за душой. И внутреннее. Для того, чтобы очиститься и просветиться. А здесь цель получить быстро и даже благородно. Помогать. Друг мой. Чем ты владеешь? Не Божьим. Не Божьим. И писали святые церкви. И если кто-то быстро получает, знай. Получил не от Бога. Вот очень важно прислушиваться к голосу церкви. Не к своему. Иначе. Иначе. Серьезные последствия. Поражения. И вплоть до гибели души. Все эти магические особенности довольно-таки сильно усложняют нашу жизнь. Неужели этого люди не замечают? Ведь без них все проще. И времени больше свободное. Вы знаете, люди сегодня духовне посвящены. Люди сегодня живут так, как будто бы им не отвечать по окончанию земного пути перед Богом за их жизнь. А ведь придется отвечать. За все отвечать. И вот эта вот слепота, эта суета, неготовность прийти и посмотреть, сделать некий срез, как я живу. Что читаю. О чем мыслю. Что пускаю в свое сердце. Настолько сегодня люди заражены иным. И в этой суете, в потоке информации им некогда задуматься. Друзья мои, каждому из нас придется отвечать. По Божьему закону. Даже если мы его не откроем. Важно его открыть. Важно его изучать. Позвав Бога в помощь. И тогда, тогда, как пишет святой Феофан Затворный, ты будто просыпаешься от сна. Оборачиваешься по сторонам, смотришь и думаешь, Господи, как же я жил до этого. Ведь мне верено сокровище, душа бессмертная. Как же я жил? Как же я буду отвечать перед Богом? Важно проснуться. Важно пробудиться. Позвать Бога в помощь. Он всегда нас услышит. А если мы оступились, если сегодняшняя передача наша для кого-то стала возможностью задуматься, осознать, что он был неправ, внес в свой дом что-то, чему-то доверял, к кому-то обращался, удалить это из своего жилища, повторюсь еще раз, прийти на исповедь, поисповедаться и на будущее советоваться, как выстраивать свою жизнь по Божьему закону. Чем окружить себя, своих детей, в доме своем, для того, чтобы не пускать недобрую силу и открыться для Божьей благодати. Человек, который только что узнал, что это вредно, что это не полезно, возможно, по доброте душевной захочет кому-то помочь, и сейчас, пока еще у себя ничего до конца не исправил, начнет советовать другим так же избавиться от этого. Иметь ли он на это морального права? Вы знаете, право он это имеет, вместе с тем, для того, чтобы случайно он чего-то не то не сделал, лучше подойти к священнику и посоветоваться. Не только послушать то, что он сегодня имел возможность воспринять по телевизору, или, скажем так, иметь возможность задуматься над этим и иметь желание исправиться, но вдруг не знает как. Подойти к священнику, рассказать, объяснить, спросить его совета, благословения, как правильно поступить, но не сказать тому, кто погибает, он не может, если он уже владеет тем сокровищем, которое он может дать ближнему, чтобы он задумался, чтобы он был предупрежден, хотя бы так, хотя бы так. Но вместе с тем, когда ситуация нуждается в более пристальном рассмотрении, всегда есть те, которые готовы помочь. Для этого Господь дал нам церковь, для этого Он дал нам священников, пастырей церкви, чтобы мы могли, помогая людям, приходящим к нам, просвещать их, не своим светом, а Божьим светом. Потому что за всем этим Господь, Его любящая рука, Его милующее сердце, Его готовность простить всякого человека, нет такого греха, который Господь бы не простил, кроме нераскаянного греха. Нужно быть внимательным к той атрибутике, которую человек собирается, в общем-то, выставлять у себя в доме, и, возможно, при разработке интерьера стоит все-таки и в этом посоветоваться. Безусловно. Безусловно, как и во всяком добром деле, мы советуемся, чтобы его совершать вместе с Господом, по Его Божьему закону.